всем привет на примере лодочного мотора шанхай мы можем видеть что может случиться если оставить редуктор лодочного мотора с водой на зиму вот привезли мотор с такой проблемой вот с такой проблемой масло уже не было было только вода повезло что не разломался корпус редуктора а просто выдавила обоему грибного вала кроме этого присутствует проблема плохого охлаждения владелец пытался разобраться самостоятельно объяснил что удалял остатки намотанной крыльчатки на стакан помпы на что был вопрос а запускался ли двигатель без воды владелец мотор без воды не запускал но его запускали при продаже поэтому последствия этого запуска мы сейчас будем смотреть устранять судя по всему придется полностью заменить всю водяную помпу ну в общем сейчас снимем редуктор посмотрим что там редуктор снят сняли водяную помпу видим здесь шпонка ржавеет как на всех ханкаях ее нужно заменить крыльчатка как новенькая потому что ее владелец менял но вот здесь во-первых провернутый стакан вот как выглядит стакан на нормальном моторе а вот как выглядит помпа на том моторе который запускался без воды как бы ни говорили что ни разу не запускали все равно после вскрытие все становится ясно что когда-то все таки запускали проплавленный пластмасс и от перегрева провернут стакан из-за этого не будет работать тормальное охлаждение даже после замены крыльчатки на холостых оборотах когда помпа полностью погружена воду она будет качать воду но далее при подаче газа охлаждение будет пропадать и чтобы это устранить решить данную проблему здесь данном случае нужно полностью поменять корпус стакан и крыльчатку но крыльчатку менять не будем поставим эту а вот корпус и стакан заменим причем даже если мы извлечем стакан и захотим его установить сюда правильно не получится это сделать так как пластик уже проплавленный и нужно полностью менять вместе с корпусом далее нужно заменить шпонку крыльчатки и сейчас снять пластину помпы вот эта пластина помпы под которой находится резиновая уплотнительная колечко из-за которого поступает вода на многих китайских моторах присутствует такая проблема когда уплотнительное кольцо не работает при включении передачи плохо обжимает сейчас я не смогу снять пластину до тех пор пока не сниму шпонку сейчас нужно вынуть ржавую шпонку вот она ржавая конце концов такая шпонка разваливается и крыльчатка проворачивается то есть охлаждение перестает работать так вот пружинка сальника ржавеет как минимум нужно смазать его лучше заменить и вот это колечко которая утоплена в пластину основания помпы нисколько не выступает из-за этого она и не работает вот через него и поступает вода в редуктор из-за этого колечко и возникла такая неприятность конечно если бы владелец знал то он бы устранил лечится это просто подкладыванием шайбочки толщиной около миллиметра желательно чтобы она была не металлическая а какая-нибудь пластиковая или резиновая резиновое колечко подложить туда для того чтобы короче любыми способами приподнять это уплотнение чтобы она затем сверху обжималась этой пластиной после этого она что начнет обжимать тягу вода попадает перестанет обойму грибного вала мы восстанавливать не будем мы просто заменим ее вместе с подшипниками и сальниками заменили сальники вертикального вала был извлечен вертикальный вал заменены сальники все установили обратно шайбочкой для тяги переключения сегодня будет служить изношенная шайба от винта для слива масла а спонсор сегодняшнего видео сервис по ремонту лодочных моторов город уссурийск теперь уплотнение будет немного выступать и обжимать тягу переключения осталось только установить новые подшипники и новые сальники в новую обойму грибного вала все собрали редуктор залили масло проверили давлением все держит отлично новые сальники вот видно насколько перегревался двигатель что аж поплавились провода запускай работает плохо обратите внимание на поведение контрольки вау вот вот Очень плохо работает, контроль ведет себя не так, как должна, и сейчас выкрутим свечи, чтобы посмотреть, что там происходит. Выправили еще грибной вал, немного он был искривлен и заменили шпонку крыльчатки на нержавеющую, ямаховскую. Итак, проблема, отсутствуют холостые обороты и непонятная работа контрольки. Скажут, пока к вам не привезли, все отлично работало. В общем, такие подозрения были, что прорываются выхлопные газы в систему охлаждения, причем через прокладку головки блока цилиндров, однако ни на одной свече нет воды, то есть думали, что поступает вода, прогревшая прокладка, но воды нет. При этом компрессия 6 килограмм на обоих цилиндрах, то есть от перегрева сломали ханкаечек. С этим мы уже ничего сделать не можем, владелец предупрежден, говорит, что да, такая проблема была, но во всем остальном мотор его устраивает. К редуктору вопросов нет, все сделано, залили масло, так что лучше не оставлять редуктор с водой на зиму. Всем пока!